Норвежцы с новой силой начинают поддерживать Украину, видя, что исторические связи также способствуют тому, что тем более, что королева Норвегии была украинкой Елизавета, дочери Рослава Мудрого. И соответственно, открывшаяся такая выставка и то, что исторические связи, это также способствует тому, что наши отношения углубляются дальше. А кроме того, также то, что сейчас норвежское правительство и лидеры политических партий, МИД Норвегии, также почтили память жертв Голодомора на главной политической площади страны. Это также дает свои результаты, то есть этой усталости мы стараемся не допустить. Осведомленность также достаточно высока в норвежском обществе. Очень много норвежских медиа, которые интересуются этой темой, а также мы каждый раз подталкиваем норвежское правительство к принятию новых решений в дальнейшей поддержке Украины. И кроме того, норвежские обычные граждане, они были первыми, кто предложил свою помощь. Я помню очень хорошо утро 25 февраля, когда пришли в посольство довольно рано, и уже была очередь норвежцев, которые спрашивали, чем мы можем вам помочь. Это были очень большие стимулы и очень большое вдохновение работать дальше, что мы не сами, что мы победим, что мы выстоим, особенно когда у нас есть такие партнеры. И вместе с норвежскими волонтерами, вместе с украинскими волонтерами нам удалось отправить более 300 грузов только при содействии посольства, что является достаточно таким весомым фактором. На день волонтера, и это был также очень хороший случай, мы как посольство наградили грамотами норвежских волонтеров и украинские организации, работающие здесь для обеспечения, а также предоставления гуманитарной помощи Украине. Очень много норвежских организаций, в частности норвежских бизнес-компаний, например, компания Тина, с помощью которой мы смогли передать в Украину 120 тонн продукции, как для наших военных, так и для наиболее пострадавших регионов, и детских домов, и различных других институтов. Также другие компании помогли, то есть сейчас мы прорабатываем по энергетике достаточно много компаний, в частности из Бергенставангер, Кристиан Санд из Осло, которые будут также поддерживать. Мы провели переговоры, они будут направлять гуманитарную помощь в виде генераторов, которые являются первой необходимостью для Украины. Кроме того, у нас также есть очень весомые достижения относительно голодомора, потому что этот вопрос был одним из критических, и норвежское общество сейчас более восприимчиво к этому, поскольку они также видят, что сейчас происходит голодомор, геноцид украинцев из-за холода. Такой же геноцид, который происходил из-за голода в 1932 году. Поэтому украинские и норвежские организации тоже в этом едины. И сейчас я вернулась из командировки из Линдаля, где мы говорили с мэром о признании голодомора геноцидом украинского народа. Надеемся, что уже в декабре этого года мы сможем достичь результатов на этом направлении, и Линдаль станет первым городом в Норвегии, который признал голодомор. После Германии это достаточно весомо, хотя я также говорила с госсекретарем МИД Норвегии, как раз накануне выступления перед норвежским парламентом о возможности признания голодомора на национальном уровне. К сожалению, у них нет резолюции, в парламенте нет такого понятия, поэтому они не принимают резолюции, поэтому решения такого, чтобы их принять, у них нет. Поэтому мы сейчас прорабатываем разные механизмы, как это может быть сделано, учитывая значительную поддержку президента парламента Норвегии, его заинтересованность в вопросах Украины. Мы надеемся, что на каком-то этапе нам удастся этого достичь. Хотя сейчас этот вопрос довольно трудно поднимать на национальном уровне, поэтому мы решили продолжать эту работу с муниципального. Таким образом будет прецедент, и другим городам будет гораздо легче принять такое решение. Основываясь на их решении, возможно, также и на национальном уровне будет принято это решение.